Сура 61. Ряды. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Восславляют Аллаха те творения, что в небесах, и те, что на земле. И ведь Он величественный, мудрый. О вы, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего сами не делаете? Велика ненависть у Аллаха за то, что вы говорите то, чего не делаете. Поистине, Аллах любит тех, которые сражаются на Его пути рядами. Как будто бы они плотное здание, которых не могут пробить враги. И вот однажды сказал пророк Муса своему народу. О народ мой, почему вы причиняете мне страдания своими словами и делами, когда вы знаете, что я посланник Аллаха, направленный к вам? И когда они, народ Мусы, уклонились от истины, зная её и упорствуя в этом уклонении, Аллах отклонил сердца их от принятия верного пути, наказав их за их выбор. И Аллах не ведёт прямым путём людей непокорных. И вот однажды сказал пророк Иса, сын Марьям. О потомки Исраила! Потомки пророка Якуба! Поистине, я, посланник Аллаха, направленный к вам, подтверждающий истинность того, что не спослано до меня в Торе. И благовествующий о посланнике, который придёт после меня, имя которому будет Ахмад. Иса возвещает радостную весть о приходе пророка Мухаммада. Когда же он, пророк Мухаммад, пришёл с ясными знамениями, то они сказали, «Это то, с чем ты пришёл, явное колдовство. И кто же ещё больше является притеснителем, нежели чем тот, кто измышляет на Аллаха ложь, в то время, когда его зовут к исламу, полной покорности Аллаху. И Аллах не ведёт прямым путём людей, которые являются притеснителями, которые причиняют себе вред неверием и многобожиим. Они, эти притеснители, хотят затушить свет Аллаха, истину, с которой пришёл пророк Мухаммад, Коран. Своими устами, а Аллах завершает, делает полным свой свет, даже если это и ненавистно неверующим. Он Аллах, тот, который послал своего посланника Мухаммада с руководством, с Кораном и верой истины, исламом, чтобы явить её превыше всякой веры, даже если это и ненавистно многобожникам. О вы, которые уверовали! Не указать ли мне вам на торговлю, которая спасёт вас от мучительного наказания, как в этом мире, так и в вечной жизни? Это торговля, когда вы веруете в Аллаха и его посланника, сражаетесь на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Это лучше для вас, чем обычная торговля в этом мире, если бы вы это только знали. Если вы сделаете это, тогда Он простит вам, о верующие, ваши грехи и введёт вас в сады рая, где текут под ними, под деревьями и дворцами реки, и введёт Он вас в жилища благие, которые находятся в садах вечности. Это спасение от ада и вхождение в рай, великое преуспеяние. И дарует ещё другое, что вы, о верующие, любите, помощь от Аллаха и близкую победу. И обрадуй же, о посланник верующих, что им будет дана помощь от Аллаха и победа в этом мире и рай вечной жизни. О вы, которые уверовали, будьте помощниками Аллаха в вере и в поддержке его посланника, как сказал Иса, сын Марьям, апостолам, «Кто мои помощники в призыве к Аллаху?» И сказали апостолы, «Мы – помощники Аллаха». И уверовала одна часть из потомков Израила и стала неверующей другая часть. И мы подкрепили тех, которые уверовали и которые считали, что Иса – раб Аллаха, против их врагов, которые считали пророка Ису сыном Аллаха. И они, верующие, оказались победителями, когда от Аллаха пришел пророк Мухаммад с единобожием.